Дорогие братья и сестры, наше служение идет к своему завершению. Всех приветствую. Поступила просьба немножко рассказать о прошедшей поездке. Я много говорить не буду, у меня есть проповедь, и времени не так много. Господь позволил мне быть в поездке 15 дней в начале этого Нового года. Прекрасная поездка. Первую неделю я провел в Белоруссии, а вторую неделю в Украине. В обоих случаях были молодежные лагеря, очень прекрасное общение. В итоге 22 служения. Молодежь бодрствующая, прекрасная, практически не отличающаяся от нашей молодежи. По благословениям, которые они имеют, по искушениям, которые они имеют, так же, как и наша молодежь. В районе города Бреста братья сняли базу в аренду. У них сейчас тоже, как и у нас, нужно за лагерь платить и немало платить. Молодежь старается экономить деньги для того, чтобы попасть в лагерь. Лагерь прошел хорошо для членов церкви. Второй лагерь был в Украине на базе Мерифянской церкви, город Мерифа, там, где Павел Николаевич Ситковский. У них в церкви 500 членов, в деревне или в городе живет 20 тысяч человек, такая большая церковь. А также еще гостей они пригласили, тоже сняли базу определенную. Молодежь платила 100 долларов за лагерь. Для украинской молодежи это большие деньги. И я даже удивлялся такой жертвенности. Все-таки они собрались для того, чтобы иметь такое прекрасное общение. Трудности у меня были очень большие с передвижением в этой поездке. Я каждый год езжу, но такого, как в этот раз, не было. По трем причинам. Это ковидное ограничение, это политическая нестабильность в Украине, вы слышите и знаете. И также сильнейший снегопад, который накрыл Европу. И в общем-то я даже с Америки вылетел в последний момент. Думал, что уже не смогу поехать в поездку, даже в Америке. И из Беларуси выбрался с третьей попытки, всю ночь пытался выбраться. То Беларусь я не пускала, то Польша меня не приняла на границе. Билет пропал. Ну в общем-то пришлось машиной через Украину ехать с братьями. Ну и с третьей попытки я выбрался также из Украины. Пришлось немножко задержаться из аэропорта в аэропорт, чтобы попасть. Ну а Господь так усмотрел, что я оказался в Германии и не знал дальше, куда ехать. Как? Каким рейсом? Ну когда я зашел в здание аэропорта, меня встретила женщина, назвала меня мистером Балжик. Я сказал, да, я есть. И они мне отправили с дипломатами, покинувшими Украину. Вы слышали, что американские дипломаты покинули Украину. И меня посадили вместе с ними в бизнес-класс, в прекрасном самолете. Мы летели 13 километров над землей. Всю дорогу был интернет. В общем-то такие интересные условия. Мне пришлось с ними познакомиться. Отличные люди, наши дипломаты, представляющие нашу страну в Украине. У них дети есть. В самолете было много детей. И как она женщина говорит, у меня 5 детей, представляешь? Я говорю, у меня 9. И она замолчала. Им тоже был очень интерес. Они даже открытку такую нашли и попросили меня подписать. Вот, в общем-то, так все творчески, интересно. Слава Богу. Слава Богу. Теперь немножко о слове поговорим. Братья и сестры, вот у меня в руках Библия. В руках Библия. Вы любите читать имена людей в Библии? Нет, да? В Священном Писании встречаются примерно 15 тысяч человек, действующих лиц в Библии. 15 тысяч в Ветхом и в Новом Завете. Из 15 тысяч людей или действующих людей в Священном Писании, о которых записано, 2800 мужских и женских имен. То есть 12 тысяч человек, о которых написано в Библии, мы их именно не знаем. 2800 людей мы именно знаем. Например, имя Давид встречается в Библии чаще всего 1118 раз. И это единственный человек в Библии с именем Давид. У нас Давидов намного больше. А, например, людей с именем Захария встречается 33 человека. Мне казалось, должно было быть наоборот. 33 Давидов в Библии и всего лишь один Захарий, который вышел навстречу Голиафа. Но не так. Не так было, да. Еврейские мальчики, они получали имена в день обрезания. Интересно, я читал такую заметку у евреев, что до Вавилонского плена дети даже в царской семье не назывались именами своих родственников. Например, у меня и сын Вениамин. У евреев так и не было. Например, 21 царь иудейский, записанных в Библии, никто из них не получил имена своих предшественников. И ни один из них не носил имя Давида, который основал династию. Обычно ребенку давалось имя, в которое входила часть имени своего родителя. Это было очень распространенное явление. Некоторые имена находились в тесной связи со временем рождения. Другие имена детей были даны им в связи с обстоятельствами. Например, Моисея вынули из воды, и он стал Моисеем. Самуила выпросили у Бога. Поэтому он стал Самуилом. Особенности самого младенца влияли на выбор имени ребенка. Например, Едом, то есть Исаф, означает красный. Особенность его рождения. Гедеон означает хромой. Даже есть предположение, что Гедеон, хоть и был героем веры, но он был хромым. Но так евреи считают. Имена многих людей имели прямое отношение или косвенное отношение к животным или к растениям. Например, Рахиль – это овца, Халев – это собака, Тавифа – это коза или серна по-другому, Девора – это пчела, Иона – это голубь, Есфирь – по-еврейски Гадаса, означает миртовое дерево, мир, ну и так дальше. В Библии 120 человеческих имен имеют отношение к животному или растительному миру. Древние имена евреев, они соединялись с именами Бога. Имена некоторых детей вообще означали целую фразу. Например, у пророка Исаии был мальчик по имени Магер Шелал Хашбас. Там идет речь о Дамаске, то есть было определенное предзнаменование. То есть имя ребенка – это целое предложение. У арабов это очень тоже распространено, даже сейчас. Так вот, к чему я говорю? В еврейской письменности есть одна интересная особенность. Это когда одно слово повторяется два раза подряд. Дело в том, что в современной письменности мы имеем возможность выразить свои мысли, подчеркнуть. Сейчас на компьютере, да, с жирным шрифтом, подчеркнуть, курсивом, большими буквами, маленькими буквами. У евреев, чтобы подчеркнуть важность значения сказанного, это слово повторялось дважды. Дважды повторялось. Вы помните, как Иисус проповедовал? «Истинно, истинно, говорю вам». И это выражение встречается только в Евангелии от Яна 26 раз. 26 раз. «Истинно, истинно, говорю вам». Когда евреи произносили имя человека дважды, это говорило об очень близких отношениях. То есть, сейчас вы приедете домой, и муж может обратиться дважды к своей жене. «Марина, Марина» или «Галя, Галя». То есть, когда они говорили два раза имя, это означало, ты должен быть очень внимателен. Сейчас я скажу очень важную мысль. Тебе она просто необходима. В общем-то, евреи с удвоенным именем к посторонним людям и к язычникам никогда не обращались. Так вот, братья и сестры, удвоенные словосочетания встречаются на страницах Писания десять раз в Библии. И всякий раз они были сказаны при особых обстоятельствах. В семи случаях, когда Бог обращается к человеку, два раза называя его по имени подряд. Семь историй. Семь историй. И три случая, когда речь идет об особо важных вещах. Для того, чтобы вам легче было проследить, я в общем-то буду говорить короче, чем я планировал, потому что я смотрю на часы. Вы можете посмотреть на эту таблицу. Знаете, в самолете же много времени. И можно много времени уделить этим вещам. Вы помните книга «Бытие», 22 глава? Бог сказал Аврааму, возьми сына твоего и принеси его в жертву. Авраам берет сына своего Исаака, поднимается на гору, берет нож, возложил перед этим сына своего Исаака на жертвенник. И хотел заколоть его, и вдруг ангел с неба. Авраам, Авраам. Это впервые в жизни, когда Бог обратился к кому-то, называя его по имени дважды подряд. Дважды подряд. Братья и сестры, я не знаю, была ли пауза между этими словами. Может быть так, Авраам. Авраам. Думаю, что в этом случае дело было секундное. Авраам уже запустил нож над своим ребенком. Авраам, Авраам. Не делай этого. Я вижу, что ты боишься Бога. И я сделал такой вывод. Братья и сестры, в самый критический момент жизни Господь с нами, и Он может нас назвать даже дважды по имени. Я сейчас не хочу какую-то мистику, если здесь это вот. Это, возможно, в сердце, в разуме. Вы можете вспомнить такой случай в вашей жизни? Автомобильная ситуация, вы можете попасть в аварию. И вот Бог называет тебя дважды по имени, желая сохранить тебе жизнь. Или еще что-то. Это вот последний случай, самый яркий в моей жизни, такой вот, это когда мы с молодежью ездили в лагерь. Мы об этом в церкви рассказывали, когда мы ехали в штат Айдоха, в город Атланту, встречать Новый год. И когда мы ехали по снегу, и впереди меня едет автомобиль, в котором находится один человек нашей молодежи. С правой стороны глубокая пропасть. И вот на ближайшем участке, единственное дерево, этот автобус сходит с дороги и упирается на дерево над пропастью. У нас был наш опытный водитель, брат Илья. Я даже представил такую картину. Илья, Илья, все будет хорошо. Вот как бы даже вот так. Братья и сестры, в самый критический момент жизни Господь с нами. Он может назвать Илья, да? Может назвать нас даже по имени. Второе. Иаков, Иаков. Познание воли Божьей. Какова у меня здесь будет мысль? Бог себя назвал Богом Авраама, Исаака, Иакова 23 раза. Это особый номер у евреев. Значит, какая картина? Я хотел бы дать просто развитие мыслей. Авраам идет в Египет, потому что был голод. И Бог не прокомментировал его поездку в Египет. Не сказал, Авраам, иди или не иди. Авраам спускается в Египет и потом возвращается назад. Исаак тоже захотел пойти в Египет, потому что тоже был голод. И Бог говорит, Исаак, в Египет не ходи. А Иакову является в ночном видении и говорит, Иаков, Иаков, не бойся идти в Египет. И здесь возникает интересная картина. Аврааму никак не прокомментировал, ни за, ни против. Исааку сказал, нельзя, а Иакову иди. Например, братья и сестры, в нашей жизни бывают такие моменты. Вы хотите купить себе дом в Калифорнии. Сейчас, к примеру, да? И вы хотите его на самом деле купить. У вас есть три варианта. Бог вам никак не скажет. Никак. Покупай или не покупай. Вы так ответа и не получите. Кстати, я сейчас исследую эту тему и понял, что на самом деле это так и бывает. Бог может тебе сказать, не покупай дом или, наоборот, покупай. Братья, например, кто-то из вас хочет жениться на определенной сестре. Бог может никак не сказать. Да, 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 да. Такое может быть. Бог может сказать, не женись, а наоборот, быстрее делай предложение. Вы знаете, дорогие друзья, я думаю, что на самом деле так оно и работает в жизни. Самый трудный вариант это с Авраамом. Ладно, когда тебе говорят нельзя или, наоборот, делай. Отношение к тому же Египту было разное. И вот здесь нужно познать волю Божию. То есть в такой важный момент Бог может сказать мне, Михаил, Михаил, или Геннадий, Геннадий, делай или не делай, или делай, как знаешь сам. Сделаешь хорошо – пожнешь. Сделаешь плохо – тоже пожнешь, о чем говорил брат Александр. То есть познание воли Божьей, удвоенное имя Иаков, Иаков. Иаков понял волю Божью и пошел в Египет на встречу к сыну Иосифу. Третья история. Моисей увидел горящий куст. Он пасет овец. И он делает это уже 40 лет, как вчера и третьего дня. И вдруг такое видение – куст горит, но не сгорает. Он подходит к этому кусту. И вдруг голос оттуда – Моисей, Моисей. В третий раз кому-то Бог обратился, дважды называв его по имени. И знаете, что там произошло? Бог его призвал на служение. Дорогие друзья, братья и сестры, члены церкви, вы помните такой случай в вашей жизни, когда вас Бог призывал конкретно на служение? Вы, возможно, отказались, возможно, вы не отказались. Я хотел бы на этом остановиться. Я помню такой момент, когда мне тоже предлагали в церкви служение. Нет, это не было видение. Гром не грянул, молния не сверкала, но подошел пастор церкви и предложил служение. Венемин, Венемин, хочешь – занимайся с молодежью. Кому-то хочешь – иди в детскую группу. Я хотел бы, дорогие, здесь сказать такую мысль. Надо быть очень внимательным, потому что в любой момент Бог может призвать кого-нибудь на какое-либо служение, даже в рамках нашей поместной церкви. Назвав тебя по имени дважды, потому что Бог не каждый раз призывает человека на служение. Вы, наверное, слушали свидетельства миссионеров, как они решились пойти на труд. И это не касается только миссионерского служения. Это может быть какое-то маленькое служение даже в поместной церкви. Моисей, Моисей. Кого-то на рукоположение призывают. У нас в пятницу было членское собрание, как бы мы косвенно коснулись этой темы. Надо не отказываться тогда, когда Бог призывает тебя дважды. Иди. Четвертый случай. По поводу Самуила. Мальчики, вы помните? Самуил лежит в храме. Моральное состояние Израиля. Была ночь. Светильник в храме Божьем горел. Глаза священника Ильи смежались от того, что он был очень стар. И вот Бог обращается к Самуилу. Самуил, Самуил. И тот говорит, вот я. Пойди скажи священнику Ильи, что я накажу его дом за то, что он не обуздывает своих сыновей. Здесь вопрос воспитания детей. Ну так я отметил. Такую вот мысль. Братья и сестры, а почему Бог лично сам священнику Илью не сказал об этом? А потому что Бог со священником уже перестал разговаривать. Нужно было третье лицо, через которое он мог бы сообщить свою волю. На священнике Ильи была вина за то, что его дети были невоспитаны. Написано в русской Библии, что они были людьми негодными. Давайте я прочитаю список слов из других переводов. Почему сыновья священника Ильи были негодными людьми? Детьми разрушения, детьми бесполезными, недостойными, жестокими, развращенными и не имеющими цены вообще. Это что за такие люди, служащие в храме? Это были дети священника Ильи. Потому что они пытались служить Господу, которого не знали. Потому что они сделали свое служение средством к существованию. Они отвращали народ от жертвоприношения Господу. Они страшные дела делали у входа с киньей собрания. Дорогие друзья, и вот Бог обращается к священнику Ильи через Самуила и объявляет ему свою волю. Я отметил для себя, коротко перечислю, три проблемы священника Ильи. Это проблема отцов. Нежелание видеть суть вещей по-настоящему, нежелание дать взбучку своим детям и нежелание разделять святое от нечистого. Священник Ильи, когда услышал приговор, он спокойно воспринял. Знаете почему? А если Бог не пощадил сыновей Аарона, то почему он должен пощадить его сыновей? И Господь совершил свою волю. Братья, вот это удвоенное имя, наверное, такой сигнал для нас по воспитанию наших детей. Мы сейчас все здесь в этом. И я, и вы. Это наша атмосфера, это наша ситуация, у нас детей много. Наверное, какой-то момент бывает такой, когда Бог говорит, Вениамин, Вениамин, воздействуй с детьми, что-то упускаешь. Вот, это четвертый раз, когда Бог обратился к кому-то дважды по имени. И вы знаете, мне приятно, что даже к мальчику Он обратился дважды. Мальчики. Наверное, в 12-13 лет Бога даже может и к покаянию призвать. Да, такое может быть. Самуил, Самуил. Новый Завет. У Бога, у Иисуса Христа были друзья. Гостеприимный дом, в котором жили три человека. Лазарь, Марфа и Мария. И вот однажды Господь с учениками пришел в Вифанию. Он там часто бывал. И такая непринужденная обстановка. И вот разговор. Марфа с кастрюли в правой руке, с половником в левой руке, говорю, условно. Горячая сковородка на плите. Поворачивает голову и говорит, Учитель! Ну, скажи Марии, моей сестре, ну, хоть пускай со стола вытерет, что ли. Пускай хоть кружки вымоет. Ну, пускай поможет мне. Я работаю, а она сидит и слушает проповеди. И вот Иисус оборачивается к Марфе и называет ее дважды по имени. Я очень рад, что Господь обращался не только к мужскому полу дважды по имени, но и к женщинам. Это говорит о том, что у Бога есть свои планы для каждой женщины тоже. Он и воскрешал и тех, и тех, и мужских, и девочку. Вообще, там полный баланс. Говорит, Марфа, Марфа, ты суетишься и заботишься о многом. Мария избрала важную часть. Тема такая, важная и главная. Когда нам нужно сделать выбор приоритета, что важнее. И вот здесь Бог обращается дважды по имени. Вениамин, Вениамин. Олег, Олег. Или еще кому-то по имени. Вот посмотри, для тебя это важное или главное? Значит, я прочитаю. Если кому-то будет трудно запомнить, подойдете, я потом могу сказать. Есть четыре таких направления. Это важное и срочное. Важное и несрочное. Срочное и неважное. Несрочное и неважное. Вот по этой таблице очень легко определить, что нужно сделать в первую очередь, что нужно сделать во вторую очередь. Возьмите себе эту таблицу, и когда вы хотите что-то сделать, например, во дворе что-то, в доме, по работе, определите для себя, вы должны сейчас это делать или не должны. Это вопрос нашего приоритета. Но там у Марфы была другая ошибка. Ошибка в том, что она критиковала сестру. Сестру. Вот. В своей самоправедности мы начинаем судить других. Ну ладно, дальше. Шестой случай. Иисус рассказывает ученикам о том, что его убьют, и он воскреснет. И вдруг Петр, наш всеми любимый Петр, ученик апостол, говорит, да не будет этого, в общем, говорит, Господи, да я с тобой готов и в темницу пойти, даже на смерть. И вдруг Иисус обращается к нему, называет его старым именем. Кстати, это тоже очень важно. Почему он назвал его Петром, а Симоном? Симон, Симон, Сатана просил все эти вас, как пшеницу. Дважды называет его по имени. То есть, говорит Симон, я хочу тебе сказать очень важную вещь. Я знаю тебя с детства, я знаю твой характер. Я в курсе того, что ты скоро от меня отречуешься. Кстати, по Евангелиям у Петра было шесть отречений, как минимум. Если вы внимательно прочитаете, сопоставите свидетельство четырех евангелистов, то как минимум шесть раз, я думаю, что их было семь, как бы цифра более-менее такая, да, законченная. Петр шесть раз отрекся от Иисуса. Вот, знаете, когда мы о себе высоко думаем, Бог обращается дважды по имени, говорит, я знаю твой характер, я знаю твои ошибки чуть пониже, пониже, потому что промахнешься. Я знаю, что ты сделаешь неправильно. И дважды называет меня по имени. А Петр такой самоуверен, да я в темницу, да я на смерть. Да, братья и сестры, он потом пойдет, но это будет чуть позже, после того, как он будет крещен Духом Святым. И он еще будет проповедовать в день Пятидесятницы, вы от святого и праведного отреклись. Я бы сделал Петру замечание, не проповедую об отречении, мне уже сам когда-то отрекся. Но Петр имел дерзновение говорить об отречении, потому что он знал, что это такое. Хотя был таким самоуверенным. Братья и сестры, да, у нас есть завышенная оценка о себе. Все мы страдаем этим в той или иной степени. Знаете, как русские такая вот, я в школе помню там, русские поют, мы все на бой пойдем, евреи, и мы за вами. Русские, мы как один умрем, евреи, идите сами. О, да, все мы готовы, а как дело такое, это раз и назад. И вот Иисус говорит, Симон, Симон, знаю тебя, знаю, я знаю, что будет дальше. Поэтому это такой важный момент, когда Бог с нами разговаривает. Ну, и последнее. Саввел с письмами к синагогам в Дамаске мчится вязать мужчин и женщин. Он гонитель церкви. И вдруг на пути в Дамаск его исел сильный свет с неба и голос с неба. Саввел, Саввел, что ты гонишь меня? Ты идешь неверным путем. Давайте представим себе молодого мужчину, у которого есть жена и дети. И вот поздно ночью, когда нет сна, он садится за компьютер. И там есть искушение пойти на какие-то сайты, что-то посмотреть, что-то прочитать. И вот здесь внутри Бог говорит, называет меня по имени дважды, говорит, будь осторожен, ты идешь неверным путем. Господи, а что повелишь мне делать? Делай то, что я тебе скажу. Дорогие друзья, я уверен, да точно знаю, что в нашей жизни есть такие моменты, когда Бог, скажем условно, называет меня дважды по имени, чтобы предостеречь. Ты идешь неверным путем. Еще раз, братья и сестры, у евреев было всегда так принято. И Бог есть, Бог евреев, потом я отношу это к этому. Когда Бог относится к имени человека дважды, повторяя его подряд, на это нужно обратить особенное внимание. Авраам, Авраам. Иаков, Иаков. Моисей, Моисей. Самуил, Самуил. Марфа, Марфа. Симон, Симон. Саввл, Саввл. Давайте, братья и сестры, такой для себя вывод взял. Попробуйте дома немножко развить еще эти мысли, чтобы нам быть внимательны к руководству Духа Святого, чтобы поступить правильно. Ну и в заключении еще три случая, я просто расскажу их, братьям можете высветить. Еще три текста в Библии, когда имя кого-то употребляется дважды. Не всякие говорящие мне, Господи, Господи, дважды подряд. Интересно, дорогие друзья, что ложное христианство способно повторять имя Бога дважды, чтобы придать себе определенную духовность. Знаете, когда люди, особенно духовные, это очень опасно. Это опасное состояние. Если одна сестра молится в собрании просто Господи, а вторая Господи, Господи или брат. Это не означает, что тот, кто дважды рассказал имя Господи подряд, что он более духовный. Нет. Согласно этих текстов, наоборот, у них какая-то проблема. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи. Он говорит, а я вас не знаю. Что вы повторяете мои имена подряд дважды? Возьмите хоть паузу. Помолчите. Да как, Господи, да мы же такие дела творили. Дважды употребляли имя Бога. Я понимаю буквально, братья и сестры, что именно эти тексты запечатлены Святом Писании, чтобы нам быть очень осторожными. И отметил три причины сама мана человека, христианина. Первая причина – это когда вера на уровне слов только. Вторая причина самообмана – недостаток самоанализа. И третья причина – чрезмерная сосредоточенность на религиозной деятельности. Посещение церкви, прослушивание проповедей на Ютьюбе, пение песен, изучение Библии. Они тоже эти вещи могут одолеть человека от Бога, потому что мотив не тот. Кстати, Иисус сказал эти слова не атеистам, не агностикам, а к религиозным людям. Многие мне скажут – это будут говорить верующие. Господи, Господи. Да у нас только поездок было. Да, посмотри. Да, да мы же там такие вещи творили в церкви. Да вообще, мы спевки не пропускали. Он говорит – я вас не знаю. Братья и сестры, на самом деле это очень серьезно. Новый Завет предъявляет очень высокие требования к жизни христианина и предупреждает об опасности духовного самообмана. Вот эти два текста. Господи, Господи. И, наконец, последнее, десятое. Ой, нет времени об этом говорить. Наверное, об этом нужно хлебопроломление развивать эту мысль. Наш Господь висит на кресте. Прошло уже три часа, как Он висит. Распятый. И вдруг Он возвышает голос и обращается к Богу, называя Его по имени дважды. Элои, Элои. И это было только однажды в жизни нашего Господа. Он только на кресте. Назвал Его дважды по имени. И это говорило о Его особых отношениях. Неужели ты меня оставил? Я же назвал тебя по имени дважды. Я дважды обратился к тебе, и ты меня оставил. Такой анализ. Для чего был оставлен Иисус? Чтобы нам не быть оставленными Богом. Итак, братья и святые. Нет, это не было вопли отчаянное. Нет. Наверное, все-таки эти слова для нас всегда останутся тайной и загадкой. Я не думаю, что кто-то из богословов, изучающих Библию, сможет до конца понять смысл этих слов. Но направление точно есть. Элуи, Элуи. Ламас вахвани. Боже мой, для чего ты меня оставил? Дорогие друзья, о чем мы сейчас помолимся? Я закончил. Тезисно так дал направление для нашего размышления. Дважды повторенное имя человека говорит об особых отношениях. Как бы нам не запутаться, как бы нам правильно сориентироваться. И когда Господь к нам обращается дважды по имени, надо как-то это заметить. Чтобы нам не уйти с правильного пути, чтобы нам быть на своем месте, чтобы нам исполнить волю Божию. Научите этому наших детей, нашу молодежь. Да будет имя во благословенно. Аминь.